Позорная Парижская Олимпиада не обманула ожиданий. Церемония открытия возмутила мужество людей. Тот случай, когда нельзя не увидеть, даже если не собирался это смотреть. Плохое начало, оскорбление христиан, глумление, шок, неуважение – это все оценки церемонии из западных стран. Поскольку это нельзя развидеть, то и показывать это так, как это могли увидеть зрители церемонии мы не будем. Тем более, что не все из этого вообще законно. Вот это застолье представителей запрещенного в России движения очень многими воспринято как явная отсылка к росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». На росписи в Миланском монастыре изображена последняя трапеза Христа с учениками. Роспись сделана в трапезной, где обедают, и впечатление у тех, кто ее видел, будто ты сам за этим столом. Ну а куда приглашают авторы парижской церемонии? Ну вот пусть туда сами и садятся. Скандальные моменты, кстати, Мок поудалял от греха. И дело не в религиозности. Атеистам тоже не нравится эта дрянь. И рекламодателям иногда. Авторы постановки довольны. В отличие от оргкомитета, которому жаль, если это кого за дело. А режиссер Жоли скорее высказался в духе, что мы, сиволапы, не поняли их тонкого замысла. Имелось в виду якобы другое. Дионис и боги-олимпийцы. Это были идеи доброжелательности, щедрости, идеи солидарности. Короче говоря, то, в чем, как я считаю, мы, безусловно, нуждаемся. Во Франции мы имеем право любить друг друга так, как мы хотим и с кем хотим. Во Франции мы имеем право верить или не верить. У нас много прав. Вот и все. И это была идея продемонстрировать эти ценности через церемонию. Вероятно, поющая отрубленная голова Марии Антуанетты тоже в списке безумно необходимого. Я вот согласен с теми, кто считает, что это сильно неуместно. Говорят, это отсылки к французской революции, к истории. На церемонии в Сочи тоже были отсылки к русской революции, но расчлененку и массовые казни не изображали. Это просто разного уровня мастерство. Ну, к примеру, в советских фильмах о войне нет мата, но хуже они от этого не становятся, несмотря на то, что никто и не сомневается, что в окопах мата хватало. Из необычного в Париже была сама форма. По реке прошли суда с командами стран, иногда по несколько сборных на каждом. Возможно, из-за этого в целом церемонию многие назвали нудной и долгой. Были ляпы поменьше, но показательные. Перевернутый олимпийский флаг. Самые распространенные толкования перевернутого флага – это поражение и позор. Хотя чаще это случается просто по ошибке, без символизма. А тут оба-два – олимпийский крах. Южную Корею северной перепутали дикторы. Хотя спортсмены из двух государств даже не рядом были. Южане, которых назвали сборной КНДР, возмутились и потребовали разобраться. Глава МОК уже извинился перед их президентом. Ну и, помимо прочего, шел сильный дождь. Хотя, что ж удивительного? Ну, дождь в июле – это же не Сахара, вполне ожидаемо. Не обманули ожидания те самые приторные комментаторы, которым все божья роса. Дмитрий Губерниев в своем телеграмме назвал церемонию «хорошей» и ловит на почти каждый новый пост честно заработанные тонны ненависти. А несогласных называет «квастными». Они ведь, к тому же, не хотят болеть за спортсменов-эмигрантов на празднике спорта. Субтитры подогнал «Симон»